Суд, принимая это решение, в первую очередь, огласил его в судебном заседании не в полном объеме. Это было все записано на аудиозаписи, но никто не хочет этого слушать, поскольку это фактически бросает тень на не только законность этого решения, а вообще на соблюдение законности самими судами. Ну и второй момент, который очень важный, произошел, на мой взгляд, беспрецедентный факт. До этого в июле месяце тот же самый Нижегородский суд признавал, что Сорокин и его адвокаты очень интенсивно знакомятся с материалами дела, и когда следствие обратилось с хозяйством об ограничении, оно отказало, мотивируя это тем, что никаких затяжек ни Сорокин, ни его адвокаты не совершают по этому делу. И в дальнейшем Сорокин знакомился с делом интенсивно, ровно столько, сколько представители следствия посещали его следственные модуляторы. Даже несмотря на то, что у него было медицинское предписание работать не более трех часов, он больше работал, и тем не менее представители судебной власти ограничили процесс однокомления и тем самым нарушили конституционное право господина Сорокина и его адвокатов на защиту. Я могу только повторить те слова, которые мы сегодня слышали в судебном заседании, что есть декларация по правам человека международных, которая обязательно для исполнения на территории Российской Федерации, которая согласуется и с Конституцией Российской Федерации, и с уголовным процессуальным кодексом, что обвиняемый не может ограничиться во время однокомления с материалами дела, если он добросовестно изучает и минимальным правом обвиняемого не только знать, в чем он обвиняется, но и тем материалами, которые оперируют страна обвинения по уголовному делу.